Алексей Новиков участвовал в проектировании перинатального центра, был заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии на врожденных, а несколько лет назад помогал коллегам из Коломны построить аналогичный центр. Теперь он вернулся в Рязани и уже подготовил ряд изменений, которые усовершенствуют работу реанимационной службы. Золотая такая задача, может быть даже платиновая, которая перед реаниматологами стоит, это выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. Остальные группы не поддаются более активно нашему лечению, а вот выходить ребенка ниже килограмма, может быть даже ниже 750 грамм, а иногда и ниже 500 грамм, то есть это на ладони вмещающийся ребенок, очень сложно. Отшлифовать ее планируют до тонкостей, чтобы не только свести почти до нуля число летальных исходов, но и уменьшить число инвалидностей. Сейчас в отделении 12 коек, здесь дети начиная с 22 недели 500 грамм, а также более крепкие дети, но в критическом состоянии, с нарушением жизненно важной функции, например сердцебиение или дыхание. Сейчас режет килограмм 800 грамм ребенок, но тоже в общем-то недоношенный, но тем не менее он незрелый, у него нету полноценно сформированного дыхательного центра, он дышит нерегулярно, дает остановки дыхания. Вот, например, сейчас вы слышите, что как раз один из таких детей дает остановочку дыхания. Чаще всего они восстанавливают самостоятельно дыхательную функцию, но вот в некоторых случаях приходится помогать какими-то мягкими такими дыхательными поддержками. Дети в реанимации проводят несколько месяцев, их переводят в другое отделение, когда состояние стабилизируется, при этом вес может колебаться. Самые маленькие весят около 1200 грамм. Такие дети еще требуют довыхаживания и наблюдения, однако опасности для жизни уже нет. На помощь в спасении недоношенных детей приходит и новейшее оборудование. Этот аппарат поступил неделю назад и пока помогает куклам перенести асфиксию. При такой ситуации начинает страдать головной мозг. Единственным на сегодняшний способом, который позволяет предотвратить повреждение головного мозга, является охлаждение головного мозга. Но еще более эффективным оказалось охлаждение всего организма ребенка. В этой ситуации метаболизм головного мозга резко снижается и вторичные поражения не происходят. Аппарат позволяет на трое суток погрузить ребенка практически в анабиоз. Температуру его тела опускают до 34 градусов, что может позволить вообще избавиться от патологий, например, церебрального паралича или тяжелых последствий. Это органозберегающая технология. В ближайшее время поменяют и методы санитарного контроля. Например, пускать в реанимацию начнут в домашней одежде, а не привычных медицинских халатах. Это поможет убить больничную флору и положительно скажется на пациентах. Активизируем участие родителей. Я сделал реанимацию практически полностью открытой. Родители могут приходить в любое время общаться с детьми. Мало того, я буду в ближайшее время настаивать на том, чтобы родители активно участвовали в лечении, в уходе в первую очередь. По одной простой причине они не переходят этого ребенка к другому и не переносят инфекционный возбудитель этого ребенка к другому. Они работают только со своим ребенком. К тому же родители очень нежно общаются с детьми, что также положительно влияет на ход лечения.